Добрый вечер! В эфире программа «Диалог». В студии для вас работает Евгений Побловец. В июне в Октябрьском районе пройдет 9-й республиканский фестиваль фольклорного искусства «Берегини». Детские молодежные фольклорные коллективы и аутентичные группы из Беларуси, а также исполнители Сербии, Чехии, Польши, России, Литвы и Украины станут участниками нынешнего фестиваля народного творчества. И сегодня у нас в гостях начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Октябрьского райисполкома Светлана Анатольевна Березовская. Светлана Анатольевна Березовская – начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Октябрьского районного исполнительного комитета. В 1985 году окончила Ленинградский орден Дружбы народов Государственный институт культуры. Трудовой путь начинала в 1979 году художественным руководителем Ломовического сельского дома культуры Октябрьского района. Работала руководителем кукольного коллектива районного дома культуры городского поселка Октябрьский. С 1980 года – заведующая автоклубом отдела культуры Октябрьского районного исполнительного комитета. С 1988 года – начальник отдела культуры Октябрьского районного исполнительного комитета. На нынешней должности с 2013 года награждена почетной грамотой Министерства культуры Беларуси, нагрудным знаком за вклад в развитие культуры Беларуси, почетной грамотой Совета министров Республики Беларусь. На вопросы, которые касаются направлений работы Светланы Березовской, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Добрый вечер. Светлана Анатольевна, Берегиня – уникальный для Республики фестиваль. Расскажите нам, пожалуйста, что это за фестиваль и что вы нового будете презентовать зрителям в этом году. Фестиваль фольклорного искусства Берегиня – первый фестиваль прошел в 1998 году. Фестиваль ставит своей целью воспитание детей и молодежи средствами традиционной культуры, привлечения к развитию народного творчества, к изучению и развитию фольклорного движения. Что-то новое вы приготовили в этом году? Чем-то фестиваль будет отличаться от предыдущих восьми? Конечно, со дня проведения первого фестиваля прошло очень много времени, и каждый год в каждый фестиваль мы добавляем что-то новое. В рамках фестиваля пройдет более 30 мероприятий. Новое из них – это конкурс исполнителей, солистов, танцевальных, народных танцев. Это конкурс музыкальных капелл, это конкурс-презентация фольклорных строев каждого коллектива, каждого региона, каждой области, то есть народных костюмов. Ну и ряд традиционных мероприятий также пройдет в рамках фестиваля. Это наше Рудобельское купалье, которое, как обычно, проходит день летнего солнцестояния. Это наш Рудобельский кермаш, который пройдет и в заключительный уже день и продемонстрирует все лучшие экспонаты, которые привезли к нам наши гости, участники фестиваля. – Когда, в какой день, в какое время начнется сам фестиваль и как в дальнейшем будут проходить показательные выступления? То есть будет ли возможность посмотреть всю программу? – Фестиваль начинается 23 числа с открытия выставок в музейных наших учреждениях, в картинной галерее. Состоится пресс-конференция и концерт-открытие фестиваля в 15 часов пройдет в городском сквере в Октябрьском. И в концерте примут участие наши гости, которые приедут к нам из-за рубежа, коллективы наши гости. И лучшие творческие силы нашего района. – До фестиваля еще три недели. На данный момент, на сегодняшний день, как вы оцениваете степень готовности района к проведению такого фестиваля? – Ну, подготовку к фестивалю мы не оставляем со дня предыдущего проведения. Конечно, мы готовимся к фестивалю уже давно, к данному. Готовятся программы, пишутся сценарии, разрабатываются различные организационные планы. Ну и сейчас уже, конечно, мы завершаем подготовку. Решены вопросы питания наших участников, проживания их, размещения. Определены ответственные люди, кто будет встречать и курировать коллективы. То есть все вопросы, которые касающиеся, уже они практически решены. – Ну, это вы сейчас сказали в основном об участниках этого фестиваля. А что касается зрителей, вот захотят люди из Гобеля, там, из других райцентров приехать на ваш фестиваль, посмотреть воочию. Для них будет ли организована какая-то программа, может быть, развлекательная, культурная? Опять же, вопросы с проживанием, с питанием. То есть как это решается? – Ну, конечно, сейчас мы решаем и эти вопросы, потому что интерес к фестивалю растет. Высказали желание несколько туристических групп уже приехать на наш фестиваль, поэтому мы прорабатываем те места, где они также смогут остановиться и питаться. У нас, ну, я думаю, что всем хватит места и будем ждать всех на фестивале. – То есть тем, кто хотят к вам приехать, уже можно сейчас, где-то в интернете, наверное, найти какую-то информацию, либо обращаться в какие-то местные турфирмы для разъяснения этих вопросов, так? – Ну, я думаю, что можно. И наиболее полную все-таки информацию, я думаю, что мы даем. В интернете, на сайте, на наших сайтах есть адрес дирекции, есть контактные телефоны. И поэтому мы готовы сотрудничать со всеми. – Организацией фестиваля занимаетесь только вы на месте, только в Октябрьском районе, или вам кто-то помогает еще? – Ну, конечно, в основном ложатся организационные вопросы на плечи наших сотрудников, учреждений культуры, на наш район. Помогает, конечно, районный исполнительный комитет во всех вопросах. У нас создана дирекция фестиваля, в которую входят руководители предприятий, организаций. Решением исполкома принято, утвержден состав организационного комитета, в который вошли и представители Министерства культуры, представители, начальник главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи Ирина Викторовна Довгала, ну, многие другие специалисты. Поэтому мы работаем в таком тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными организациями. – Ну, вот это уже девятый по счету фестиваль, да? Вы уже давно работаете в Октябрьском районе, и, насколько я понимаю, имели прямое отношение к проведению всех предыдущих фестивалей. На ваш взгляд, уровень самого фестиваля, уровень показываемых номеров растет? Или, скажем так, если развивается, то в каком направлении? – Ну, в фестивале развивается география фестиваля. Нам очень радостно, что все-таки в фестивале принимают участие все области. Мы ожидаем делегации из всех областей. Уже подтверждены те коллективы, которые едут, исполнители. Есть, значит, гости у нас, зарубежные коллективы, которые уже также дали свое согласие, вы их перечислили. Поэтому вот радостно это. Сейчас звонят очень многие индивидуальные какие-то мастера, народные ремесленники, которые тоже хотят приехать на фестиваль. Показать свое творчество и продать свою продукцию. Поэтому география фестиваля. У нас приезжают люди из Полоцка, из Витебска, из Пинска, из Гродно. То есть отовсюду уже мы видим. Конечно, на первых фестивалях мы обходились там своими силами или лежащими районами. Наши корреспонденты побывали в Октябрьском районе и увидели все на месте своими глазами. Давайте посмотрим сюжет. Республиканский фестиваль фольклорного искусства «Бирогиня» в этом году пройдет в девятый раз. Причем, если первый был просто праздником районного уровня, то второй приобрел уже статус областного, а среди его участников появились представители молодежи. Третий уже республиканский сделал акцент на подрастающее поколение. «Бирогиня-2008» вышла на еще более высокий уровень, получив поддержку Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО. В этом году в городской поселок Октябрьский приедут более 20 самобытных коллективов со всех областей страны, а также Сербии, Чехии, России, Польши, Украины и Литвы. Кстати, как показывает опыт предыдущих фестивалей, участие в «Бирогине» – это еще и возможность налаживания долговременных творческих контактов. Мы наладим с ними связи, контакты и просто приглашаем их еще раз. Либо после они нас приглашают к себе. И такая как бы связь у нас происходит каждый год. Сохранить богатое культурное наследие белорусского народа – одна из основных задач «Бирогини», хотя и не единственная. Фестиваль в Октябрьском – это еще и масштабный проект по воспитанию молодежи на основе народных традиций. Образцовый детский коллектив «Рудобельские зорочки» – на участник всех «Бирогинь». В последнее время его состав, правда, значительно обновился. Однако самодеятельные артисты все равно планируют выступить достойно. В конце концов, прошлое заслуги обязывают. Лауреат, гран-при, диплом комиссии Республики Беларусь с правом ЮНЕСКО. Нашему ансамблю пошанцевало выступить перед президентом Уляска и Чехпетриковского района. Александр Григорьевич дал высокую отзнаку нашей праце и сказал, что мы на правильном шляху, что дети проникаются в свои истории, краю своего, своими коронями, традиционной культурой. На четыре дня городской поселок Октябрьский станет большой фестивальной площадкой. Впрочем, только одним населенным пунктом география фестиваля не ограничится. В программе концерты в деревнях Октябрьского, Калинковичского и Светлогорского районов Гомельской области и Глузского района Могилевской. В программе произведения устного и музыкального творчества, свойственные только конкретным регионам страны. Мы берем с видео, вот как бабушки наши пели, у нас много записей, и мы перенимаем с носителей аутентичных. Говорят, что Бирогиния – это демонстрация локальных культур, из суммы которых складывается национальная культура. В поселке Ковали сегодня проживают около ста человек, и каждый десятый из них – участник аутентичной фольклорной группы «Сябруки». В этом году, кстати, коллективу исполняется 10 лет. В эти дни он готовится к участию в 9-м республиканском фестивале фольклорного искусства «Бирогини-2016». «Сябруки» часто выезжают в другие деревни, в том числе малонаселенные, и твердо уверены – настоящее народное творчество остается востребованным, несмотря ни на какие современные тенденции в музыкальном искусстве. Они с таким интересом нас слушают, они с такой любовью принимают нас, что нам туда даже хочется ехать. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Октябрьского райисполкома Светлана Анатольевна Березовская. Напомню, что свои вопросы вы можете задавать нам по телефону 77 68 45. Светлана Анатольевна, давайте вкратце расскажем про программу проведения фестиваля. 23 числа начинается первое мероприятие, и как в дальнейшем будет проходить фестиваль? После открытия, концерта открытия, дальше идут конкурсные программы. Первый конкурсный день – это конкурс танцевальных пар исполнителей народных бытовых танцев. То есть здесь соревнуются танцевальные пары от каждого коллектива, который представлен и заявлен у нас на фестивале. Этот конкурс продлится два дня, то есть будут отборные туры, одна четвертая финала, одна вторая финала. То есть второй день посвящен также полностью этому конкурсу. Потом выбирается лучшая танцевальная пара и подводятся итоги. Дальше конкурсный день продолжит турнир фольклорных коллективов. То есть здесь фольклорные коллективы, детские, молодежные соревнуются по конкурсным также программам. Здесь очень интересная программа будет у нас подготовиться. Это показ свадебного обряда. Очень интересные программы, поскольку каждый регион покажет тот вариант бытовавшего ранее обряда, который присутствовал. Это где будет и когда? На каком месте будет? Это будет все в городском сквере городского поселка Октябрьский на сценической площадке. А скажите, пожалуйста, победителей фестиваля вы определяете по каким критериям? То есть слаженность номера, постановка номера, аутентичность его? То есть какие предъявляете требования к участникам? Ну прежде всего требования, конечно, это соответствие материала, который показывает коллектив или исполнитель своему региону. То есть каждая область, каждый район должен показать свой фольклорный материал. Вот это первая оценка. Ну и, конечно, исполнительское мастерство. То, с каким настроением тот или иной исполнитель все-таки демонстрирует свое умение. Конечно, слаженность какая-то, конечно, организованность. Культура ношения костюма, это обязательно входит в критерию оценки, потому что очень важно, чтобы участники выглядели достойно, красиво и представляли также не только материал фольклорный свой, но и костюм своей местности, костюмы, которые они изготавливают своими руками. Это требования фестиваля, это условия. Ну, как правило, когда проводятся любые фестивали, конкурсы, по их итогам есть люди, которые недовольны, не так оценили, не отдали должное. Вот на фестивале «Берегиня» насколько авторитетны жюри, насколько мнению этих специалистов, профессионалов мы можем доверять? Ну, конечно, я хочу сказать, что жюри у нас очень авторитетное. Это ведущие в республике фольклористы, сотрудники Академии наук Республики Беларусь, Института Государственного университета культуры и искусства, Института Беларуси, то есть ведущие руководители коллективов наших. Поэтому я считаю, здесь у участников никогда не возникало каких-то сомнений в компетентности жюри. Ну, как в любом конкурсе, конечно, бывают участники, которые лучше подготовлены, бывают, кто немножко слабее. Ну, конечно, здесь обижаться можно только где-то самим на себя. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот насколько этот фестиваль узнаваем в районе, в стране и за ее пределами? Ну, конечно, он узнаваем, потому что, мне кажется, такого другого фестиваля нет. У нас очень много в республике, в области хороших, замечательных фестивалей. Но Берегиня, он один такой фестиваль. То, что мы увидим на Берегине, мы не увидим где-то на других фестивалях. В фестивалях он не дублирует другие фестивали. Он сам по себе уникальный, он сам по себе вот такой, какой он есть. Со своей программой, со своими участниками, со своим кругом людей, которым интересно данное направление в культуре. Которые живут этим, можно сказать. Которые живут этим. И, конечно, фестиваль собирает своих единомышленников. Здесь люди могут пообщаться, поделиться опытом, как-то познакомиться. Потом завязываются такие тоже контакты, которые только на пользу идут всем творческим людям. Одно из главных событий в культурной жизни района – фестиваль Берегиня. Впервые он прошел здесь в 1998 году. Мы узнали у жителей городского поселка Октябрьский, как они оценивают уровень фестиваля и как относятся к тому, что такое серьезное мероприятие проходит в их районе. Давайте послушаем мнение наших телезрителей. Обязательно надо развивать свою культуру. И, конечно же, это приятно и нам посмотреть, послушать и увидеть гостей других городов. И, конечно, это обязательно. Да, я сам состою в составе «Вестницы», танцевальный наш коллектив. И я танцую, мы каждый год выступаем. Это интересно, здесь много чего проходит. Разные страны приезжают, коллективы из разных стран. Это для общего развития. Я считаю, что нужно привлекать молодежь, чтобы она выступала. Какие-то таланты, какие-то другие раскрывались. Это, кстати, необходимо. Лучше нехай молодежь выступает, чем какие-то наркотики принимают. Я считаю, нужно, потому что мои дети участвовали в этом. Детям понравилось. У меня было три ребенка, две дочери и сын. Все участвовали, всем понравилось. И так, как и нам надо. Все это сохранять надо. Посещают люди наш район. Приезжают, узнают наши местные обычаи и традиции. Но когда все-таки мы находимся, так сказать, не в глубинке, но, да, можно сказать, в глубинке Полесье. Поэтому хотелось бы, чтобы люди больше знали о нашем районе, героическом. Сколько лет уже было, и всем интересно. Очень, когда собираются столько людей из разных городов, даже стран. И думаю, что это нужное дело. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник отдела идеологической работы культуры по делам молодежи Октябрьского райисполкома Светлана Анатольевна Березовская. Светлана Анатольевна, давайте продолжим мысль, которую высказали в вопросе жителей городского поселка Октябрьский. Вот, бывая в разных районах, даже в Гомельской области, часто замечал, что очень сильно разнятся традиции, культура людей, которые проживают в этих местностях. Даже буквально 20 километров расстояния между населенными пунктами абсолютно как будто разные народы. Вот в этом плане, как вы, как профессионал, долго работающий в культуре, как вы для себя определяете, ну, скажем, вот культурное... В чем, допустим, прелесть именно традиций вашего края? То есть чем вы отличаетесь от своих соседей и от других областей Доларуси? Ну, люди нашего района, я думаю, нашей местности, они более, мне кажется, более открыты, более доверчивы. Они очень трудолюбивы и они очень талантливы. Сохранилось ведь много образцов, вот, действительно, традиционной культуры. То, что нам удалось еще зафиксировать, исследовать и увидеть, вот, и сейчас через фестиваль мы передаем это молодежи, это все свидетельство того, что было накоплено нашими предками. Вот, поэтому люди очень интересные, люди талантливые. Вот этим, я думаю, что они отличаются. Они очень доброжелательны и очень гостеприимны наши люди. Почему вот с удовольствием едут к нам коллективы из других стран, из других районов, областей? Ведь мы размещаем, вот, порой людей, когда не хватает, допустим, мест, но все равно коллектив какой-то просится, мы принимаем его. И многие люди идут навстречу и размещают, берут по одному, по два человека, ну, вот, к себе домой. С таким вот воодушевлением и благодарностью, и те, и другие общаются. Я считаю, что это вот очень хороший такой фактор, который характеризует наших людей. Ну, вы сказали про передачу традиций от старшего поколения к молодому. У молодых людей, у них есть вообще интерес к этому? То есть вы вот замечаете, чувствуете это по своей работе? Ну, конечно, я это чувствую, и я это вижу. Но, понимаете, надо еще, конечно, и привлечь человека, надо увлечь его чем-то. Но чтобы мы не взялись делать, все равно где-то нужно что-то подсказывать ребенку, куда-то его направлять, что-то ему, как бы, вкладывать в него. Конечно, чтобы ребенок занимался полезной деятельностью. Здесь то же самое. Мы очень много говорим об этом. Мы привлекаем детей в наши коллективы. Мы проводим совместно очень много различных мероприятий, что формирует, конечно, мировоззрение ребенка в наших коллективах. Ну, дети, конечно, хочу сказать, это очень хорошие дети. Они добрые, они гораздо добрее. Они знают, что они делают. Они уважают старших. Они понимают музыку, понимают танец, понимают культуру. Поэтому. А как у вас в районе организованная система работа с такой молодежью? То есть, допустим, есть там девочка, мальчик, которая хорошо поет, хорошо танцует. Кто-то в себе, например, открыл дар актера, да, и хочет себя реализовать. Вот куда ему обращаться, куда идти? То есть, кто может дать ему совет и направить его на этот путь? Ну, работники культуры всегда могут дать совет. Значит, мы всегда бываем на каких-то мероприятиях, в школах бываем. Мы видим этих детей. Мы их всегда стараемся задействовать в нашей коллективе. Кроме фольклорного направления, в наших учреждениях развиваются и другие формы досуговой деятельности. И театральный жанр развивается, и изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество. То есть, каждый по своему желанию может найти то занятие, которое бы ему хотелось. Работники культуры всегда помогут. Ну, вот развивая эту тему, насколько я понимаю, фестиваль «Берегиня» – это не единственное такое мероприятие, скажем так, в вашем районе. Какие вы бы могли выделить еще мероприятия, которые вы проводите, которые интересны молодежи и жителям вашего края всех возрастов? Ну, один из таких фестивалей, вернее, мероприятий, хочу сказать, что это фестиваль молодежных творческих работ «Кроки». Мы его проводим тоже раз в два года. В прошлом году он у нас в 2015 году состоялся. Этот фестиваль направлен на развитие творчества уже современных каких-то форм. Тоже он разножанровый. Здесь присутствуют и песни, и танец. Это могут быть какие-то фотоработы. Это могут быть какие-то арт-объекты, которые предоставляются на конкурс для зрителя. Вот, ну, тоже этот фестиваль также пользуется популярностью. У нас здесь, кроме областных наших коллективов, областных наших участников, также присутствуют зарубежные гости. Этот фестиваль у нас, мы его пробуем проводить, он на самоокупаемость. К слову, вы говорили про зарубежных гостей, и из разных стран к вам приедут, в том числе участники фестиваля «Берегиня». А в целом, ваш район, вот, насколько он привлекателен для туристов? Что вы можете им предложить, какие объекты, то есть какая инфраструктура создана в районе, именно в сфере туризма? Ну, у района, конечно, большое историческое наследие. Район является, был в годы Великой Отечественной войны центром партизанского движения. Вот, ну, про богатые культурные традиции мы уже поговорили. Кроме того, наш район очень красивый, он находится действительно в глубинке, и здесь прекрасная река, места, леса богатые, и дичью, наверное, ягодами, грибами. Все это привлекает туристов у нас много, и людей, которые, ну, хотели бы и были уже в нашем районе. У нас есть объекты, которые могут принимать туристов, это учреждения нашего лесхоза, это и у нас есть в нашей отрасли объект такой культурно-развлекательный комплекс «Бубновка». Это учреждения клубного типа, но оно имеет возможность принимать людей, туристические группы, размещать их и готовить какие-то определенные программы экскурсионные. То есть, если я правильно понимаю, это что-то вроде кемпингов, да? Тут можно приехать, там же остановиться, переночевать. Да, там можно и в кемпинге остановиться, там есть и такие, ну, как бы, для туристических групп корпус у нас есть, и есть благоустроенная гостиница. Для тех, кто интересуется этой темой, информацию где можно найти? На сайте Октябрьского райисполкома, на сайте отдела идеологической работы. То есть она там представлена подробно, да? Да, да. Эти объекты там размещены, контактные телефоны есть. Светлана Анатольевна, вот сейчас среди молодежи довольно популярно вести здоровый образ жизни, там велосипедные прогулки, пешие прогулки и так далее. Вот в этом разрезе вы что можете или что предоставляете молодежи вашего района? Ну, у нас в районе широкая сеть тоже спортивных учреждений, каких-то комплексов, есть спортзалы, есть футбольные поля, есть физкультурно-оздоровительный комплекс с прекрасным бассейном, с тренажерными залами, по-моему, зал для мини-футбола. Вот, все это в нашем районе есть. Мы предлагаем для велосипедных прогулков велосипеды на прокат, это есть и в нашем комплексе Бубновка, там на прокат лодку можно взять. Опять же, охота, рыбалка, все это может быть вот при посещении нашего района, наши учреждения это делают, организовывают. Вот у нас в вопросе женщина сказала, что вы находитесь в глубинке Белорусского полиси, да? А вы сами для себя, вот вы и как житель Октябрьского района, и как чиновник, который отвечает за эту сферу, вы сами себя ощущаете жителем именно Белорусского районного центра? То есть, насколько у вас в Октябрьском районе развита национальная самоидентификация? То есть, много ли людей говорят на родном языке? Много ли людей интересуется местной и белорусской культурой в целом? Ну, люди интересуются. Конечно, сегодня у людей разные интересы, но есть категория людей, она значительная, которые... У нас есть постоянные наши завсегдотайи, люди, которые постоянно ходят на все наши мероприятия, их довольно большое количество. Наши люди любят наши концерты и собираются на них лучше, чем на концерты приезжих коллективов. Вот. Ну, то, что мы в глубинке, это и хорошо, наверное. Вот. И в этом есть, конечно, свои плюсы, может быть, есть, конечно, свои минусы. Но я считаю, что человек, который современный сегодня, может себе и в глубинке очень многое позволить, если он, ну, ведет, ну, как вы говорите, здоровый образ жизни, да, и старается себя занять чем-то. Ну, вот, смотрите, фестиваль «Берегини» — это больше фольклорное искусство, да? Да. А если молодые люди, допустим, хотят заниматься современной музыкой, какие для этого созданы условия в Октябрьском районе? И есть ли у них возможность самореализации? Ну, конечно. У нас работает школа искусств, где развиваются, ну, классические музыкальные направления, работают отделением музыкальной школы инструментально по классам различным, хореография также развивается. Поэтому дети, которые хотят заниматься музыкой, то они имеют это возможность делать. И как они могут себя реализовать? Через какие мероприятия? Через мероприятия. Они также участвуют во всех наших мероприятиях и в рамках школы искусств. Там есть свой цикл мероприятий, когда, ну, ребенок показывает поэтапно, чему он научился. Ежегодно школа проводит такие творческие отчеты, и все, что за год достигли учащиеся, они имеют возможность и обязаны продемонстрировать. Школа у нас сейчас находится тоже в прекрасном здании. В здании есть концертный зал, небольшой, правда, но сегодня он уже даже не вмещает всех желающих, кто бы хотел посмотреть, вот, как занимаются дети и чего они достигают. Поэтому есть конкурс такой тоже в рамках школы проходит. Рудобельские зорочки, где каждый инструменталист показывает себя. Мы вывозим детей на, вернее, готовим к участию в областных конкурсных мероприятиях. Поэтому я считаю, что вот эти ступеньки поэтапно каждый ребенок может проходить и реализовать себя. Ну, давайте вернемся к нашему, к нашей главной теме разговора, фестиваль Берегини. Насколько я знаю, несколько лет назад, как-то, обратила внимание, скажем так, ЮНЕСКО на этот фестиваль, да, и взяла под свой патронаж. Вот расскажите об этом, то есть в чем заключается их поддержка и помощь, и как вы ее ощущаете? В 2008 году тоже ЮНЕСКО поддерживало фестиваль. Мы получили грант финансовый, такую хорошую финансовую поддержку на развитие фестиваля. В этом году также мы получили такую информационную поддержку. И логотипы фестиваля мы размещаем на своей издательской продукции. Вот. Ну, мы сотрудничаем с работниками комиссии. Поэтому, ну, будем надеяться, что в дальнейшем это тоже еще принесет свои плоды. Ну, они, когда обратили внимание на фестиваль, они же давали, наверное, какую-то оценку ему. То есть вы помните, вот как они... Конечно, мы получили одобрение, и ряд наших работников получили дипломы от ЮНЕСКО за развитие, пропаганду традиционной культуры Белоруссии. Это был ряд наших работников. Вот наш специалист одна говорила об этом, что и коллективы наши таким образом были оценены. А на ваш взгляд, насколько, скажем так, большой вклад ЮНЕСКО в то, что про фестиваль знают за рубежом, и вот приезжают исполнители из Сербии, из Чехии, Польши, Литвы. То есть вы эту взаимосвязь находите? Ну, я думаю, что да, конечно, информационная такая поддержка в этом тоже прослеживается. И то, что сегодня к нам многие уже и просились на фестиваль, но мы там немножко следим за тем, чтобы все, кто к нам приезжает, все участники фестиваля, все-таки работали все в одном жанре, в одном направлении. Были другие заявки, которые пришлось отклонить из-за того, что люди работают в несколько ином жанре, скажем, в сценическом искусстве больше. Вот так. И вот то, что ЮНЕСКО проходит эта информация, я думаю, что в этом тоже роль. А среди участников это сплошь известная на локальном уровне группа исполнителей или есть какие-то коллективы с европейским именем? То есть можете вот как-то так определить состав? Ну, нет. Это, наверное, все-таки коллективы, которые... Ну, это больше самодеятельные коллективы, да? Конечно, конечно. Это же не профессионалы. Это то, что самореализация человека. Это абсолютно не профессионалы. У нас в рамках фестиваля мы, конечно, планируем приглашение каких-то коллективов, ну, для и гостей, потому что гости у нас присутствуют, может быть, просто зритель. Вот в последний день фестиваля 26-го числа у нас будет выступать группа «Палац», вот, руководитель Олега Хоменко. Поэтому вот в этом плане мы можем приглашать коллективы, но в конкурсных программах у нас принимают, конечно, ну, самодеятельные артисты, скажем так. А вот из опыта прошлых лет вы победители фестиваля «Берегиня», вы их потом отслеживаете, их творческий путь? Вы следите, они потом выходят на другой какой-то уровень или они, может быть, начинают активно выступать где-то по европейским странам? Ну, вот я могу сказать по коллективам, скажем, нашего района, коллектив, ведь вырастают участники, они вырастают. Многие наши участники коллектива, вот, скажем, Рудобельские зорочки, стали студентами Государственного университета культуры, вот. Куда-то идут дальше, работают многие сейчас в хоре под руководством Дреневского, преподают вот в Могилевском училище культуры, вот. Вот. Возвращаются к нам некоторые, вот сейчас у нас работают тоже два выпускника университета культуры, то есть коллектив, а в коллектив приходят другие люди, другие дети. То есть интересменные поколения, да? Мы вырастили детей, у которых уже сейчас их дети, вот, являются участниками тоже Берегини. Скажите, пожалуйста, вот на будущее вы фестиваль Берегиня планируете, вот, скажем так, продолжать? Может быть, планируете как-то усовершенствовать, разнообразить? Может быть, как-то немножко направление поменять в развитии этого фестиваля? Нет, я думаю, что направление мы менять не будем, именно традиционно культура останется в основе фестиваля, вот, но расширять его, совершенствовать, скажем, инфраструктуру в нашем районе для того, чтобы фестиваль и далее становился интересным, ну и будем, наверное, стремиться к тому, чтобы фестиваль наш стал международным. Давайте на этой хорошей ноте закончим нашу беседу. Вы смотрели программу «Диалог». Я напомню, у нас сегодня в гостях была начальник отдела идеологической работы культуры и по делам молодежи Октябрьского райисполкома Светлана Анатольевна Березовская. Будьте с нами на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-4». Увидимся в следующую среду. Субтитры создавал DimaTorzok